либо блог в формате лайфстайл, либо блог в формате экспертности, да, некой. Вот, поэтому сейчас хочется, чтобы мы с вами познакомились, и вы сейчас написали буквально несколько предложений, потому что здесь очень важно нам сделать формат видеовизитки, да, сейчас. Вот представьте, что я пользователь, зритель, я подключаюсь в ваш блог, я захожу в сториз, и первое, что я вижу, это видео, в котором вы знакомитесь со мной, да, и предлагаете мне остаться в вашем блоге. То есть расскажите мне, как вас зовут, чем вы занимаетесь, и буквально по трех-четырех предложениях расскажите, что полезного, что интересного я смогу в вашем блоге увидеть. Даже если вы только вчера завели страницу в Инстаграм, давайте сейчас просто, ну, немножко пофантазируем на эту тему, да, потому что каждый из вас профессионал, скорее всего, в какой-то области, да. Вот, поэтому кратко... Вас не слышно. Не слышно. Нет. А вот так слышно? А вот так слышно. Так слышно. Слышно. Отлично. Мне вчера супруг очень хвалил наушники. Видимо. Непросто. Видимо, это работает только у него. Итак, задание понятно. Вот нам нужно сейчас с вами оперативно его сделать, для того, чтобы сразу совместить приятное с полезным, я могла как-то прокомментировать. Еще раз пять-шесть предложений, в котором вы говорите мне «Привет, меня зовут так-то так-то, я занимаюсь этим-этим, в моем приходе в мой блог, в моем блоге ты узнаешь про это, это и это, да, то есть вот такие-то полезности». У нас буквально две минуты на выполнение задания, мы сразу с вами убьем двух зайчиков. Аня, здравствуйте. Здравствуйте. Я Аня Симоньян, уже как год работаю удаленно из Еревана на Москву, обучаю сотрудников. Аня, отлично, вы так круто ворвались сейчас в нашу историю. Вы слышали задание, скажите мне, пожалуйста. Да, отлично, вот нужно пять-шесть буквально предложений, даже после этого раскрытия темы, это очень важно. Кто готов, может мне прямо сказать. Давайте я. Это не считается, вот, задача выполнена? Нет, это не считается, потому что это не пять-шесть предложений, это три предложения, и это не совсем, мне надо понять, как вашему зрителю, что будет цеплять меня в вашем блоге, почему я должна остаться в нем. То есть мы должны, это как тизер программы, то есть мы когда включаем передачу, включали раньше передачу по телевизору, сейчас мы все меньше смотрим телевизор, нам говорили анонс, да, что будет в передаче. По сути дела, это анонс того, что будет в вашем блоге, и он должен быть таким интересным. На ваш взгляд, вот чем вы можете зацепить аудиторию? Татьяна была готова, да, по-моему? Да, давайте я расскажу. Давайте. Добрый день, меня зовут Татьяна Улович, я консультант по красоте компании Mary Kay. В моем блоге, если вы зайдете, можете увидеть пользу для себя по уходу, как правильно пользоваться системным уходом за лицом, фишечки декоративной косметики найдете, по уходу за телом. Также можно, я предлагаю возможность сотрудничества, это будет очень выгодно для вас, по льготным ценам брать. Понятно, Татьяна, спасибо. Так, кто еще готов? Давайте. Всем привет, я Светлана Батуева, мне 57 лет, я имидж-стилист и эксперт по стилю анти-эйдж, веду страницу в Инстаграм, где делюсь рецептами, советами. Я знаю, как выглядеть на 15 лет моложе, и используя моду, стиль, имидж, все мои рецепты проверены, работают на 100%. Хорошо. Так, кто следующий готов сделать краткую видеопрезентацию? Давайте. Здравствуйте, меня зовут Наталья Черновол, я хозяйка тюменского хостела Койко Место, и веду блог о нашем хостеле, где можно узнать о всех сервисах, как нам заселиться, цену, а самое главное, интересные истории, потому что наш хостел, это самый интересный хостел города Тюмень. Отлично. Так. Дальше поехали. Давайте я, что я... Давайте, Анна. Добрый день. Меня зовут Анна Дроздова, и я живу в Лондоне, и я специалист по практической ферментации. Приходите ко мне. У меня очень интересные, простые, полезные и очень вкусные рецепты. Многое можно узнать о пользе для своего здоровья, как просто, опять-таки, вкусно и полезно его поддерживать, иммунитет в том числе. У меня... Вы найдете много рецептов, чтобы уже начать самостоятельно что-то делать. Ну и я предлагаю свои мини-курсы, в которых вы тоже можете узнать разнообразные рецепты, как все это вообще работает, по разнообразным темам ферментации. В основе своей я заряжаю энтузиазмом, мотивирую, даю вам инструменты, с помощью которых вы сможете сами экспериментировать и создавать свои неповторимые рецепты. Чтобы радовать себя и своих близких. Отлично, Анна. Анна, это у вас профессия телеведущей за плечами, да? Нет. Нет, у нас просто кто-то сегодня должен был подключиться, кто работал на телевидении ранее. Нет. Так, замечательно. Правильно я понимаю, что ваши блоги вы планируете вести в экспертном стиле? Вот все, кто у нас сейчас выступил до этого момента, да? Можно просто, кстати, поднять руку, да? Кто считает, что хотел бы вести экспертную страницу? Так, отлично. Подождите, Татьяна, не надо, как все, да? То есть, лайфстайл, это ничего в этом плохого нету, да? Но, конечно, если у вас тема косметики, то это, естественно, тема экспертная. Когда мы ввезем экспертные странички, да, очень важно такой соблести баланс, чтобы не выглядеть на фоне остальных такими скучными, да? Потому что если мы будем какие-то статьи с вами писать, какие-то делать все время умные штуки в вашем блоге, да, то это будет не совсем людям интересно. Поэтому обычная экспертная страничка, я вам на такой открою секретик, делает в процентном соотношении 40 на 60, либо 30 на 70. То есть 70 или 60 процентов полезной информации, да, которую вы даете людям, и 30-40 процентов – это как раз формат лайфстайл. То есть, когда вы будете ввести экспертную страничку, все равно больше всего лайков будут собирать ваши семейные фотографии. Вот, поэтому, конечно, мы не можем лишать нашу аудиторию, как бы вашего лица, да, и ваших каких-то интересных новостей. Так, ну это такой промежуточный небольшой лайфхак. Пожалуйста, запомните, то есть мы не должны ударяться в какую-то вот прям такую экспертность, экспертность, да, должна быть коммуникация с аудиторией. Так, кто у нас еще не рассказал о себе? Давайте. Давайте, я еще не рассказала. Наталья. Да, Тюмень, привет, я тоже из Тюмени. Мы прям сегодня двое уже. Всем здравствуйте, меня зовут Наталья Мамсурова, я занимаюсь страхованием и маркетингом. На моей страничке можно почитать информацию вообще о видах страхования, какие они бывают, для чего нужны, нужна ли вообще страховка в нашей жизни. И второе направление – это управление клиентским сервисом. Это инструмент для малого и среднего бизнеса по работе с клиентами, по его оцифровке, возврату клиентов, система лояльности и все, что вот с этим связано. Угу, отлично. Так, и вот у нас осталось последний герой нашего сегодняшнего семинара. Здравствуйте, меня зовут Мария, я из города Ярославля, очень рада с вами со всеми познакомиться. Я помощник конкурсного управляющего, но сейчас открываю второе для себя направление – это хочу организовать онлайн-школу по обучению Excel. и, соответственно, приглашаю вас в свой блог для того, чтобы ознакомиться с возможностями этой прекрасной программы, которая есть у нас у всех на компьютере. Угу. Отлично, прекрасно. Ну что ж, видите, у нас как хорошо может сейчас и нетворкинг сработать, да? То есть мы сейчас совсем в разных городах, и столько полезного сейчас друг о друге узнали. Так, у нас еще на сутки Ани, Ани, на связи или нет? Мы хотели бы с Аней продолжить общение. Вот, Ани, да, готовы? Так как я ничего не предлагаю, у меня услуг нет, и на конференции я для того, чтобы понять себя и узнать что-то новое. В прошлом телеведущая, радиоведущая, хочется... Ну, провожу некоторые курсы радиоведущих сейчас в Ереване. У нас школа радио из Москвы в Ереване есть, я как педагог. И хочется самой для себя тоже что-то сделать. А, не удовольствие? Именно эти курсы и самой продавать, без посредников. Я вас поняла, отлично. То есть вы как эксперт тоже в работе в кадре, в технике речи, правильно? Да, да. Как у вас урок занимается в школе, где вы преподаете? Как ваш предмет, который вы преподаете, называете? Разная техника речи. Мы в студии работаем, над интонациями работаем, как себя вести, как вот избавиться от зажимов, физическое упражнение, вот это все. То есть по-хорошему, если вы планируете монетизировать монетизировать вот эти знания через ваш блог, соответственно, ваша экспертность именно в этом, правильно я понимаю? То есть работа в кадре, то есть коллега. Да, да. Отлично, отлично. Вот мы и разобрались. Итак, смотрите. Время картинок в Инстаграме ушло, да? То есть когда мы... Сначала была мода на красивые картинки, потом была мода на картинки в единой цветовой гамме и так далее. То есть сейчас Инстаграм подключил видеоинструменты и, по сути дела, он сейчас конкурирует с Ютубом, да? И подключив IGTV и в прямые эфиры и так далее, это полноценный такой видеосерпий, да, получился, видеохостинг. Вот. Это, с одной стороны, здорово, а с другой стороны, конечно, видео немножко сложнее дается людям, нежели чем картинки, потому что мы все только привыкли картинки, да, размещать. А тут еще какие-то, нужно теперь видео. Но, тем не менее, кто сможет для себя освоить видеоинструменты Инстаграм и начать сниматься, тот будет впереди планеты всей. Итак, давайте с вами для начала... Вот скажите мне, пожалуйста, кто прям комфортно себя чувствует в кадре, кто этого не боится, кто активно снимает сторис, кто активно пользуется IGTV и так далее. Поднимите, пожалуйста, руку. Так. У меня в основном прямые эфиры. У Ани прямые эфиры, да? Да, сначала было очень страшно, просто невероятно, просто ну вот до ужаса было страшно. Несколько дней до того, как я запланировала эфир, было страшно очень. Это было где-то год назад. Сейчас выходишь в эфир – красота. Вот прям мне я еще и второй час могу, и третий. То есть, ну вот, появился... Вот этого не надо. Вот сразу по поводу прямого эфира, тоже небольшой вам лайфхак. Мы ограничиваемся выходом в прямой эфир. Людмила, здравствуйте. Здравствуйте. С 40 минутами, да? Это очень важно, потому что представьте, да, какое количество контента сейчас предлагается нашей аудитории. Вам очень важно выйти на 40 минут в прямой эфир, не доли, и за эти 40 минут дать какую-то классную полезность, интересную людям. И если это двойной эфир, да, прямой, то уже какие-то фишки делать так, чтобы они... чтобы объединяться аудиторией, да, с тем, с кем вы выходите в двойной прямой эфир. Поэтому вот эта вот ошибка, что чем дольше, тем лучше, да, я повисю в этом прямом эфире, это неправильно, это не работает, потому что сейчас слишком большая конкуренция. Смотрите, когда мы только начинаем снимать видео, здесь очень важно поймать некий баланс, да, потому что все-таки видео — это энергозатратная история, его надо еще и смонтировать, если оно будет у вас в ленте выходить. Поэтому я бы порекомендовала придерживаться вот такой стратегии, примерно три публикации в Инстаграме в неделю, в основной ленте, три публикации. Это посты, да, Юлия? Да, это публикации, причем из них видеопубликацию я бы вам рекомендовала одну пока, пока одну, пока у вас нет так называемых консервов. Консервы на телевизионном языке — это заготовки, то есть вот знаете, когда в программе «Доброе утро» снимают, там ряд сюжетов, да, и они могут такие на нейтральную тему, да, они могут подойти в любой момент. Когда вы сможете снимать там, условно говоря, эти консервы, у вас будет достаточно видеоматериала, чтобы активно публиковать больше в Инстаграм, публикуйте. Просто это же пока, я так понимаю, хобби, да, то есть когда уже начнется такая мощная монетизация, у вас тогда уже будут деньги и на команду, да, то есть и на продакшн-команду, которая будет прям вот качать вам контент. Пока у нас с вами есть ваши знания, есть желание развиваться в этом направлении, вот, поэтому не нужно думать, вот у лайфстайл-блогеров, у них немножко другая история, у них должно быть все время вовлечение аудитории, да, к ним в блог, потому что они должны постить вас каждый день, они должны все время там рассказывать кто-то, с кем развелся, кто на ком женился, кто завел себе молодого любовника там и так далее, для того, чтобы у них была все время вовлеченность аудитории в их блог, да. У экспертов немножко по-другому работает, и слава богу, потому что у нас с вами еще есть как бы отдельная, да, работа с нашими клиентами, да, в оффлайне, в онлайне и так далее. Поэтому эксперту достаточно примерно трех публикаций в неделю. Из них делайте одну видеопубликацию, один видеокост для IGTV, примерно пять-шесть, желательно, сториз в день, это я такое вот среднее, да, рассказываю среднюю историю, один прямой эфир в неделю и один двойной прямой эфир. Тоже в неделю. Тоже в неделю, да. Это вот то, с чего нужно начать и поработать вот с этой вот схемой один, два, три месяца. Как все это работает? Вы, конечно же, мы это делаем для привлечения новой аудитории, да. Вы постепенно выкладываете полезные лайфхаки, пусть они, они должны быть качественными, да. Я вам расскажу сегодня, как сделать наиболее качественное видео. Вы выкладываете эти лайфхаки к себе в блог, и когда люди к вам приходят, им нужно видеть красиво, то есть ваше, по сути дела, ваше странице – это открытка. То есть там не нужно чистить с публикациями. Важно, чтобы человек зашел, например, вы позиционируете себя как эксперт в области по стилю. Вот человеку важно, чтобы он зашел, и он увидел интересный контент экспертный, да. То есть ему не надо его слишком много и часто. Вот он принимает решение, подписаться ему или нет, видя вашу ленту в Инстаграм. Если там красиво, он не будет смотреть, так, как часто человек делает квалификацию, да, там раз в три дня, ой, нет, не буду подписываться. Нет, ему должно быть красиво и интересно, да, поэтому пусть будет меньше, но лучшего качества. Это понятно? Это понятно. Отлично. Да. Как мы можем сейчас, прям в домашних условиях, начать снимать видео для IGTV? Есть несколько очень важных моментов. Вот, значит, как наш зритель, да, наш воспринимает? Есть три составляющие. Это визуал, картинка, да, которую зритель видит. Картинка должна ему нравиться, она должна быть красивой и конкурентоспособной отличаться от остальных. Это информация, то, что мы ему даем. То есть если мы такие будем, все красивые, картинка красивая, а мы ничего не дали, да, никакой полезности, то, ну, это сработает раз-два, я обчелся. То есть это информация. И третье — это аудио, это звук. То есть звук, на котором вы записываете свой контент, должен быть хорошим. Ну, в данном случае это либо наушники, да, обязательно должны быть, и желательно, чтобы не было интершума. То есть вы должны говорить громко, четко. И если вы снимаете в каком-то публичном месте, где есть другие люди, обязательно снимаем с наушниками. Потому что люди не... Вот если один из этих критериев будет страдать, картинка, информация, звук, люди не будут останавливаться и слушать до конца, да. Человек должен, хочет получить все эти три составляющие хорошего качества, потому что, ну, тогда он пойдет к другому, если он этого не получил, да. Потому что сейчас у него очень большой выбор. Давайте сейчас разберем, например, вот ваши картинки, да. Вот я сейчас вижу вас. Когда мы начинаем что-то снимать, вы прям можете себе там придумать первое задание и снять ту же самую там видеовизитку, но которая максимально вас отображает, да, вас отражает. То есть вам нужно сесть в каком-то красивом месте, где у вас будет некий антураж, который будет отражать вашу сферу деятельности. Не знаю, если вы сидите на диване, то поставьте рядом, не знаю, там, модный журнал, да, или что-то, если мы говорим об эксперте, о моде. Если мы говорим о таблице Excel, ну, это может быть, не знаю, там, ну, какой-то стеллаж рядом, да, то есть какие-то там моменты, которые отображают суть происходящего. Если мы говорим о вкусной еде, можно повесить на задний план картинки. То есть вам нужно продумать какое-то место в доме, да, где вы будете на постоянной основе снимать ваши видеоролики, экспертные видеоролики. И вот в этом месте, ну, мы сейчас, Наталья, про хостел это другая история, да, потому что там видеоролики, я так понимаю, но вам тоже надо будет какую-то экспертность давать, потому что вы же не будете все время в ваших роликах рассказывать про хостел, правильно? Это очень быстро закончится эта история. То есть для того, чтобы на ваш блог было интересно подписаться, там должно быть все, я считаю. Там, не знаю, там должна быть и какие-то вкусные, и готовки должны быть вкусные, и какие-то новости, да, интересные, может быть, рассказ о самых там креативных хостелах, да. Ну, то есть вот здесь надо подумать, какую полезность с точки зрения видеоконтента вы можете отдавать, но вы там же у себя в хостеле можете оборудовать какой-то уголок, где вы будете снимать, да, и который будет отображать суть вашего проекта. Вот. Очень важный момент интерьер, второй момент свет, да, обратите внимание, мы никогда не должны садиться спиной к окну. Вот у нас сейчас Татьяна, смотрите, спиной к окну, да, очень плохо видеть лицо Татьяны, если Татьяна повернется к окну лицом, не боком, не боком, видите, Татьяна, встаньте, пожалуйста, встаньте боком встать, видите, вот, посмотрите, как у нас поменялась картинка, мы видим красивое лицо, то же самое у Ани Симонян, да, сейчас Аня у нас находится спиной к окну, цвет у нас я специально, контровой, да, я понимаю, потому что у нас не всегда нам нравится то, что находится сзади, да, то есть если мы станем спиной, лицом к окну, вот, поэтому спиной к окну проще всего, повесили, завесили шторой, ну и классный фон, да, Аня? Нет, я приглушаю свой фейс сегодня. А вот если вы повернетесь лицом к окну, то солнышко сделает потрясающую вещь, потому что дневной свет это самый лучший макияж, который, в принципе, может быть. Поэтому запомните, что это страстно всегда, вы можете сделать себе классный макияж, можете здорово выглядеть, но если вы встанете неправильно к дневному свету, или, не дай бог, начнете себя снимать вечером с включенным сверху, знаете, такая вот, свет сверху, и вот такие вот тени под глазами, да, то есть под носом тени, некрасиво, да, желательно в будущем, то есть вообще свет это, не знаю, там, ну 50% успеха в вашей видеокартинке, вот поэтому старайтесь поворачиваться лицом к окну на дневной свет. Если вы снимаете вечером и нет возможности повернуться лицом к окну, есть такой очень хороший лайфхак, у всех же есть ноутбуки, правильно? У всех? Да. Вы ставите телефон, вот у вас вот таким образом стоит ноутбук, вот так, да, он открыт, и вы ставите телефон вот так, ноутбук, вот экран ноутбука. Становитесь, садитесь напротив, да, ноутбука, и сам ноутбук ставите на максимальную яркость, там есть такие кнопочки, звук больше-меньше, да, цвет больше-меньше и яркость. Вот когда вы поставите ваш экран на максимальную яркость, то это будет такая плавная, ровная подсветка вашего лица. Это если у вас нет никаких подручных средств. Если вы собираетесь делать качественный, классный контент на протяжении долгого времени, действительно профессионально выращивать блог, тогда, пожалуйста, купите себе крестскую лампу со штативом и со телефоном, который туда срабатывается. Большинство вопросов подсветы будут решены, но опять же, это следующее, да, и так. Дальше. Скажите мне, у кого уже был опыт записи для IGTV и монтажа видео, и размещения видео? Может быть, без монтажа IGTV? Кто это делал уже? Я делала. Людмила делала. Самостоятельно? Да, Анна, расскажите, пожалуйста, довольно ли вы остались с результатом? Вы знаете, что у меня, я поняла, что очень сложно, потому что, в принципе, я начинала с живых уроков, да, ну, сейчас до сих пор, ну, сейчас уже не веду, понятно, сейчас карантин. Вот, но когда ведешь живые уроки или когда общаешься через прямой эфир, зная, что там кто-то есть с той стороны, да, это вообще одно. Когда ты начинаешь это записывать, это какой-то ужас. Честно вам скажу, мне очень сложно. Мне даже по телевизору, ну, телевидение два раза снимали нас, как бы я там участвовала, да, очень сложно, когда ты вот, ну, просто камера, ты понимаешь, что там никого нет, ты ни с кем, но не общаешься. Очень сложно. Я писала, у меня несколько есть видео в IGTV, и этими самыми редакторами я тоже пользуюсь, обычно иншотом пользуюсь там, еще там каким-то. Ну, очень, намного сложнее, вот мне лично намного сложнее сесть, мне кажется, ой, опять как-то не очень получилось. И опять, короче, 255 кадров, 255 раз, ну, нужно заново начинать, потому что мне кажется, что вот как-то все-то не так. Вот тут вот еще можно получше сделать. Поэтому вот это мне сложно, если честно. У кого еще возникают сложности с работой, запись какой-то полезной информации на камеру мобильного телефона? Ну, это сложно. У Светланы. У кого еще? Сложно, сложно. Я просто потому, что мы можем сейчас чуть более подробно разобрать этот вопрос, как с этим справиться, с этой историей. Да, пожалуйста. Большинство голосов, мы поговорим сейчас с вами. Уроки в записи, все вот это вот делать, и ну... Когда концентрируешься на картинку, то информация уходит. Когда концентрируешься на картинку, то информация уходит, когда я концентрируешься на информацию, ой, что-то куда-то глаза завела. И все вот так. И 150 дублей. А вы смотрели первый урок? Там как раз про... Я не посмотрела, не успела вчера, нет. Не успели. А кто смотрел? Поднимите ручку. Кто успел посмотреть первый урок? Я смотрела. Что надо смотреть в камеру. И я вам задавала... Да, в точечку смотреть надо. В этой камере. Я это... Смотрите. Самое главное... Юль, про страх. Да, куда это в камеру? Про страх. Да, сейчас расскажу. Самое главное про страх. Мы должны с вами четко понять, для чего мы это делаем. Вот со страхом, с самим страхом бороться не надо. Потому что вот те люди, которые уже выходят такие, типа... Ну, сейчас я, короче, уже такой суперэксперт. Сейчас я выйду, сейчас я все запишу, и все будет круто, да? Вот этого нужно бояться. Потому что этот человек уже не с волнением относится к своей профессии и к съемке, да? А ему уже как бы... Ну, это такая рутинная работа. И он уже не передаст определенную энергию людям. Вот наш страх, когда мы его правильно с вами трансформируем, он превратится в энергию, которую называется та самая харизма, да? Вот то, что вам страшно выходить в эфир, то, что вам страшно записывать, это нормально, поверьте мне. Я уже 15 лет нахожусь в кадре, и мне каждый раз жутко страшно. Вот, ну, жутко не в плане того, что «А, я не справлюсь», а в плане того, что мне нужна концентрация. Я вот это вот ощущаю внутри себя волнение, да? Потому что я хочу отдать людям сейчас, да, максимум. И я вот вкладываю эту энергию в запись, а обратно-то мы ее сразу не получаем, потому что, когда мы общаемся с людьми в оффлайне, да, все-таки там говорят «Ой, круто, здорово, нам нравится» или еще что-то. А когда перед нами стоит камера, вот, и мы отдаем эту энергию, а обратно не получаем, у нас такое ощущение после съемок, даже минутного ролика, что как будто бы на нас мешок с картошкой, да, возили. Мы столько отдали энергии, а обратно не получили ничего. И когда мы записываем еще и серию уроков, а мы еще и не понимаем, для чего мы это делаем, да, потому что мы же хотим сразу эффект. Либо с точки зрения энергии, да, там, комментариев там или чего-то еще, либо с точки зрения монетизации, что мы как бы, ну, то есть мы поработали, мы получили обратную связь. А здесь, получается, ты поработал, потом еще поработал, потом еще поработал, потом еще поработал, смонтировал, потом разместил, продвинул эти видео, и только потом, через какое-то время, получил обратную связь. Вот очень многие до этой точки, до финальной, не доезжают, да, на своих конях, потому что изначально уже сложно. Вот, поэтому, смотрите, страх — это классно, это первое. Второе, как его трансформировать в ту самую энергию, да, правильную. Каждая из вас должна чётко понять, зачем вам вобдун нужна эта история, зачем вам блог, зачем вам уроки, что, то есть, какая у вас мечта, какая у вас цель. Вы же это делаете не потому, что все это делают, им не надо делать, да, то есть у каждого из нас будет конкретная цель, для чего я это делаю, для чего я там разбираю свои косяки, для чего я разбираюсь в новых каких-то странных программах, для чего я вообще сейчас вместо того, чтобы расслабить булки, полежать, посмотреть там сериал, вообще занимаясь вот этим всем, да. Пожалуйста, и мне очень хочется, чтобы сейчас каждая из вас подумала, и так как мы с вами говорим о том, что вы смелые люди, так как выйти в эфир со своим контентом — это смелость, мне хочется, чтобы вы рассказали, какая у вас мечта, какая у вас цель, для чего, вот в какой точке вы поймёте, что я молодец, я сделала блог, я успешна, я сделала вот для этого. Подумайте сейчас, хорошо, и скажите первое, что придёт вам в голову, то есть вот нам нужно понять, к чему каждая из вас идёт. Это может быть вам казаться смешно, вам, может быть, сейчас неудобно про это говорить, но давайте говорить о том, что мы не про тех людей, которые не скажут про свою мечту, потому что не сбудется, мы про тех людей, которые для себя озвучивают мечту-цель и к ней идут, правильно? Иначе мы сейчас зря с вами тратим время, вы не будете на практике применять всё то, что мы сейчас с вами обсуждаем. Анна готова, наверное. Я? Да. Если честно, давно уже занимаюсь, издалека зайду, давно занимаюсь самообразованием, самоулучшением и так далее, разбираюсь в своих каких-то затыках, я понимаю, что у меня проблемы, ну, в принципе, у нас у всех проблемы, и мне сложно, когда я не первые марафонов много уже проходила всяких и так далее, очень сложно определиться, чего же я хочу-то, собственно. То есть вот, знаете, есть такое вот упражнение, да, типа вот сядь там под дерево, подумай, что ты там, у тебя вот, ты правитель, у тебя есть всё. Вот всё, что ты можешь только подумать. Все твои поколения вперёд на 20 поколений, они, ну, у них тоже всё есть, обеспечено. Вот чем ты будешь заниматься? Вот это и есть твоё. Я до сих пор уже два года не могу... Очень глобально, Ань. Очень глобально, это вас запарит поэтому, да? Да, вот давайте представим, давайте все представим, что у вас прям попёрло. Вот вы начали делать блог, и всё пошло вообще просто не так, как вы ожидали, а прям вот просто супер-вау, да? Вот что не видео, так просто вот обратная суперсвязь, и монетизация, и всё. Вот в какую точку вы придёте через год? Что для вас будет эффектом супер-вау, что у вас всё получилось? Анна, не про дерево, не про поколений. Для вас лично что будет эффектом супер-вау? Я поняла, что не про дерево, да. Ну, смотрите, я буду точно чувствовать, что вообще вау, что я вот смогла поехать попутешествовать там пару раз в год, например. То есть вот это будет прям точно. Ну, вообще первое путешествие, например, на заработанное на вашем блоге деньги, это для вас эффект супер-вау, да? Видите, как всё просто, Анна. Вы очень... Понимаете, наша проблема в том, что мы очень часто себе усложняем какие-то там колени, деревья, деньги. Нам нужно 10 раз работать, а мы начинаем прокрастинировать вот этими очень долгими и длинными упражнениями. Да-да-да, мне кажется. Ну как, ну если ты не знаешь, куда ты идёшь, как бы ты же не придёшь никуда. Надо же цель какую-то, какую-то мечту. Ань, а куда поехать, Ань? Куда? Ну вот в этом году хочу вечером, ой, вечером, господи боже мой, к концу года поехать в Португалию. Вообще по Европе хочу поехать. В общем, у Анны, Анна, когда будет садиться писать видео, а это будет делать каждый раз непросто, потому что нам каждый раз, нам всё мешает, да, то есть нам всё всегда мешает. У нас всегда запись видео не вовремя. Вы просто примите, это как факт. Да-да-да, это точно. У вас никогда не будет идеального времени для записи видео. У вас не будет идеального света, у вас не будет идеального интерьера, идеальной камеры, идеальных наушников. Тут что-то не там, тут что-то как-то не здесь. Однозначно. То, что я вам сейчас говорю, если вы будете этими инструментами пользоваться, хотя бы процентов на 70, вы уже будете молодцы. Не ищите идеальных условий, их не будет никогда. Поэтому Анна, каждый раз, когда Анна садится перед экраном телефона и начинает что-то снимать для своей аудитории, Анечка, вы понимаете, что вот это ваш шаг в Португалию, да? То есть вы реально, каждое ваше видео – это новый шаг в Португалию. Потому что это работает именно так. Мы должны четко определить для себя цель, и мы должны садиться перед камерой и записывать какое-то видео, мы должны четко понимать, куда это нас ведет. Потому что то, что это делают все, нас вести не будет никуда, только к разочарованию. Вот. И еще один момент, да? Я так понимаю, что у вас же полезный блок, Ань? Вы же говорите… Очень полезный. Вы знаете, я много лайфстайл тоже показываю. У меня там не только про ферментацию. У меня там я и науле делаю с животом, и там еще чего-то. В общем, ну как бы… Во-первых, я не знаю, что такое ферментация, и мне уже интересно зайти… Ну, квашение, квашеная капуста. А, квашеная капуста – это… Не только капуста, естественно, да? Там вообще все завязано. То есть здоровье зависит от иммунитета, и иммунитет зависит от здоровья кишечника. Ну вот, собственно, этим кишечником я и занимаюсь. Прекрасно. Уже… Уже интересно… У меня очень интересно. У меня очень интересный рецепт. У меня информация, которую вы можете дать. Прекрасно. Вот, кроме Португалии, вам нужно еще… То есть это же ваши рецепты, правильно? И та информация, которую вы даете, они помогают людям быть более здоровыми. Правильно я понимаю? Да. Прекрасно. Вот вы можете представить себе, что вы в Португалии, в поездке, и к вам подходит человек и говорит «Анна, я подписан на ваш блог». Спасибо вам огромное за то, что вы делаете, потому что это так здорово. Вот просто, Анна, свизуализируйте этого человека, этих людей, которым вы можете помочь своим блогам, да, своим видеоконтентам, которые вы делаете. Да-да-да-да, я поняла. Вы же делаете жизнь людей лучше фактически, да? То есть вот свизуализируйте этих благодарных людей, которые прямо в поездке к вам подойдут и скажут это. Светлана, быстренько скажите мне, пожалуйста, эффект вау для вас через год. Юль, ну вот до этого я тоже, видно, витала в облаках и говорила «Ой, я своим примером могу и своей страстью к моде могу зарядить». Вообще не работает, Светлана, не работает. Ну, представляете? Ну, выходит, мне надо докручивать эту мечту, потому что в сухом остатке это, конечно, деньги. Так, тогда давайте поговорим про сумму. Какая сумма будет для вас эффектом вау, что вы скажете «Света, какая ты молодец!» Пусть это будет не там в долгосрочной перспективе, пусть это будет год, но вы будете, понимаете, вы должны снимать видео с эффектом счастья, наполненности. Вы же отдаете людям себя. Для того, чтобы людям себя отдавать, нужно быть наполненным человеком, да? Хотя бы фантазиями своими на сегодняшний день наполненными, к чему вы идете, да? Поэтому прекрасно, если у вас есть конкретный эффект вау, это некая финансовая независимость, да, от вашего блога. Давайте с вами просто скажем цифру, которая будет для вас эффектом вау, и которую будете представлять, что вы такая молодец. Благодаря тому, что вы даете полезность, делаете людей там лучше и так далее, вы еще и зарабатываете вот эти деньги. Какие? Ну, наверное, миллион надо, вот прям взять такую сумму, чтобы тяжело было. В месяц? Ой, ну, ой, что-то в месяц-то, наверное, много. Вот давайте, вот первый эффект вау, давайте, сколько в месяц вы заработали благодаря своему блогу и своей активности? Так, ну это прямо арифметика, сейчас с утра... Нет, никакой арифметики, вы говорите первую цифру, которая приходит вам в голову, вообще никакой арифметики. Нравится мне сумма миллион, но опять, если надо, то это вроде как и не очень много. Ничего себе не очень много. Смотрите, вот для того, нам же нужно еще доехать до этой цифры, правильно? Вам нужно трезво оценить ту точку, с которой вы сейчас можете. И к чему хотите... На карте у меня миллион. А, все, хорошо. Светлана, когда выходит в эфир, она визуализирует, что, кроме того, что она сейчас дает полезность людям и людям благодарны ей за это, она визуализирует свой миллион на карте. Так, дальше поехали, быстренько, Татьяна. Юль, у нас в компании есть автопрограмма, вот у меня будет эффект вау, это если я от компании получу автомобиль корпоративный, машину. Отлично, давайте адекватно оценим, сколько примерно нужно времени, вот, исходя из ваших успешных коллег, да, например, для того, чтобы... В течение года это возможно? В целом возможно. Да, это если наладить работу с командой и привлечение хорошо, чтобы было. Отлично, автомобиль. Смотрите, девочки, здесь очень главный момент, очень важный. Вот в этой вот визуализации, да, мы не зря говорим, потому что мы складываем энергию в наше видео, мы должны четко понимать, что вот этот вот первый эффект вау, он должен быть адекватным, да, то есть, потому что вот год пахать, работать на высокой энергии, это непросто. Вот, поэтому нам надо понимать, что мы реально вот, ну, там, не будем загадывать, например, квартиру в Нью-Йорке через год, условно говоря, да, то есть, если мы только начинаем вести блог, поэтому мы действительно должны понять вот примерно, если все у нас сложится хорошо, к чему мы идем, чтобы мы эффект вау и благодарность тебе за то, какая я молодец, не откладывали слишком долго, да, то есть, чтобы у нас он все-таки наступил. Хорошо, Наталья, эффект вау, быстренько. Для меня эффект вау относительно блога про хостел, чтобы все-таки этот видеоконтент, это один из шагов, чтобы мой хостел приносил по полмиллиона рублей в год, ой, в месяц. В месяц. Я уже к этому иду. По финмодели это возможно, да, по финмодели хостела? Да, да, то есть, это реальная, в общем-то, сумма, которая может именно быть в плане дохода. Отлично, вот прекрасно представляете себе именно эту сумму, когда работаете над блогом. Да. Вторая, Наталья. Всё, Наталья, закончила? Или что-то хотела сказать ещё? Да. Ну, у меня, ага, у меня всплыло несколько вариантов, то есть, один из вариантов, это ежемесячный доход от 200 тысяч рублей, и второй сразу же июль-Алтай-Август-Сочи. Прекрасно. Вот такие три точки. Прекрасно. Прекрасно, Наталья. Мария, и Людмила, и Аня, давайте быстренько тоже. Мария. У меня мечта, ради которой я как раз и собираюсь заводить онлайн-школу, это 100 учеников, у которых всё получится, и они будут хорошо разбираться в Excel, потому что это давно было уже задумано, но пока не реализовывалось. Второе, это развитие себя, что я перестала бояться камеры и, в принципе, выходить в эфир, потому что это первый раз, когда я, в принципе, в эфире, и до меня видно. Обычно, даже когда вот записываю уроки, это скринкасты, то есть меня слышно, но не видно. И мечта, к которой вот должна привезти школа, помимо учеников, это поездка в Лондон за счёт заработанных средств. Прекрасно, прекрасно. Чудесные мечты. Людмила, вы с нами? Аня, вы с нами? Да-да-да, да-да-да, конечно. А что, меня не слышно? Вы просто так зафиксировались, что мне как будто бы даже в картинку превратились. Нет, я тут. Я думаю, что моя основная мечта – это на этот год сформировать свою целевую аудиторию, потому что я занимаюсь стилистикой недавно, но я шла к этому всю жизнь, вот, и мне это очень интересно. Ну, доход, конечно, порядка, ну, хотя бы там 150 тысяч в месяц, чтобы было от этого дела. Людмила, про доход конкретно, про целевую аудиторию нужно поработать, да, потому что вот это вот… Так, я сейчас выйду для того, чтобы рассказать, с чем носить жакет, дать какую-то суперполезность для того, чтобы сформировать свою целевую аудиторию. Вообще, работа не будет туда. Вот не будет работать, поэтому для себя, да, доработайте просто. Это не обязательно, вот сейчас вы сказали про доход, это, в принципе, уже норм, но лично для себя тоже какой-то крючочек, да, какую-то мечту доработайте, чтобы, которая вас будет греть, понимаете, вы должны включаться в эфир. Ваш эфир может начаться где угодно, stories, да, не только мы говорим про видео, которое вы записываете у себя дома, да, вам нужно включаться и отдавать энергию, эту харизму, да, в любой точке вот земного шара, где вы будете находиться, в любых обстоятельствах. Поэтому вам нужен крючок, про который вы сразу будете как зажигалочка, как сычка включаться. Так, для чего я это делаю? А, точно, сейчас я выйду в эфир, я сделаю вот этот шаг вот сюда. И вот этот крючок у вас очень будет хорошо работать. А у меня тогда такой маленький вопрос, то есть я считаю, что у меня есть своя как бы уникальность в том, что, то есть я говорю не о пиджаке, а о внутреннем состоянии человека, которое он выражает в одежде. То есть, ну, сейчас я не успею сказать, вот это не может являться вот этой мечтой, донести это до людей. Потому что, когда я об этом говорю, я зажигаюсь мгновенно. Энергическое наполнение, как я себя почувствовала. У нас ручки одинаковые. Саня. Люд, смотрите, здесь немножко вот, если ваша мечта это отдавать, мы должны с вами почувствовать эффект, итог, что вы отдаете, да? То есть, мечта же не просто отдавать, мечта, чтобы люди получали. А как вы поймете, что они получают, когда на вас смотрит камера, да, вот этот вот кружочек? Вы должны для себя, ну, например, когда к вам на семинар придут 100 человек, да, например, которые придут конкретно на вас послушать, потому что нравится то, что вы делаете. Вот это вы сможете оценить, вы сможете встать в эту точку и понять, что вот, они пришли. В какой-то момент для меня была мечта эта книга. Вот одна из мечт, да? Вчера случилось очень такое событие интересное. Вчера из издательства Эксма мне написали и предложили снять книгу. Сейчас, зайка, я приду. Подожди, пап, ну пусть посидит. Ну пусть посидит, господи боже мой, пусть посидит. И вчера написали из издательства Эксма и предложили выпустить книгу. Вот понимаете, вот это ощущение того, что мечта сбылась, да, вот эта конкретная вещь, которую вы должны для себя зафиксировать, и к этому вы идете. Поэтому, да, Аня, и твоя мечта, давай, пока мне тут не свернули шею. Доход, признание, доход, признание, да. Вот и взаимная энергонаполненность. Так, теперь вопрос. Какой конкретно доход, Аня? Чтобы почувствовать себя финансово-независимой. Понимаешь, у всех это разная цифра. И нам нужно... Конечно. Компот, да. Папа-связь позвонил детей компотом. У всех это разная цифра, и нам нужно к ней прийти. Аня, какая цифра у тебя? Она у меня. Я его не озвучиваю. Доход, признание и взаимоэнергообмен. Вот такой. То есть, если опять ко мне приходит... Приходит от клиента человек порекомендован, как сарафанное радио, это тоже как энергетическое наполнение того, что вот тебя порекомендовали уже. Вот, видите, вы в итоге пришли к тому, что вас экс приглашают. Смотри, очень важный момент. Ты сейчас немножко закрыта в плане информации, да? А мы говорим про... Да, я вчера пропустила, наверное, урок, я не знаю. Мне сегодня немножко, как будто бы чего-то не хватает. Нет, а тут не только ты одна не смотрела урок, тут практически никто его не смотрел. Вот девочки тоже не успели, не переживай. Здесь просто, понимаешь, у нас есть на самом деле... Вот в жизни я встречала ровно две категории людей. И, наверное, они делятся на две части в плане там своих задач и мечт. Какая-то часть мыслит таким образом. Это моя мечта, я... Там, это мои цели. Я вот себя внутри держу, и я об этом никому не скажу, потому что, ну, вот верю в то, что это может не сбыться, да, каким-то образом. А вторая часть людей, и я, в принципе, отношусь именно к ней, я призываю всех остальных, потому что есть такое понятие, как нетворкинг, да? Это очень важная вещь. Когда мы открыто говорим о своих целях и мечтах, то люди нам могут... Открытость — это одно, детальность — это другое, я считаю. Ань, ну, здесь, во-первых, конечно, момент доверия, да, нам друг с другом — это раз. А второй момент — очень важно, чтобы ты меня сейчас услышала и для себя действительно прописала те точки, в которые ты хочешь прийти, которые ты будешь визуализировать, да, потому что это очень важно. Потому что вот это понятие доход и так далее, оно не греет душу, когда ты выходишь здесь и сейчас. Мне греет, я знаю, у меня все прописано. Я также на лекциях, а я заучаствую. Хорошо, прекрасно. Итак, смотрите, какой еще очень важный момент. Я буду очень рада, если вы мне пришлете ваши, в принципе, странички в Инстаграм, да, чтобы я могла посмотреть на те видео, которые вы уже снимали. Куда прислать? В мой Инстаграм, вы можете прислать их Анастасии, которая с вами связывалась, да. Я посмотрю те видео, которые вы снимали, и могу дать обратную связь. Еще один момент, пока я вас вижу, да, по картиночкам. Мы с вами вообще только верхушку айсберга, да, самое главное, для чего мы это делаем. Мы проработали только вот такие вот первые шаги, да, первые нюансы, да, можно сказать, знакомство, и для чего это возможно, и для чего мы это делаем. Вот, сразу вам скажу, очень важный тоже момент, кто смотрел урок или прямой эфир, обращайте внимание сразу же на то, как у вас стоит камера мобильного телефона, когда вы выходите в эфир. Она должна быть напротив вас. То есть, как правило, те люди, у которых штатива нет, мы ее прислоняем к чему-то, да, телефон, к чему-то прислоняем. Так у нас Мария сейчас прислонила, она вообще сразу покажет, к чему она прислонила. Вот таким образом у нее стоит, видите, скорее всего, да, под углом 45 градусов. И мы, получается, Марию видим немножко снизу, вот, и такой ракурс, он не очень комфортен, и для вас в первую очередь, да, то есть вот идеальный ракурс, это вот так примерно, да, вот я понимаю, что это примерно вот так вот. Не наверх, как бы, да, а вот напротив, да, когда мы видим себя. И не под углом, вот Анечка тоже, Аня, под углом поставила снизу, да, то есть таким образом она находится, во-первых, сверху над своей аудиторией, да, а на это не очень комфортно смотреть, когда человек доминирует сверху, да, смотрит. А во-вторых, у нас сразу вопрос с нашими двойными подбородками, да, то есть когда человек, ну, это не самый интересный ракурс, который вообще может быть. Вот, это момент по ракурсам, да, то есть он такой очень простой, просто, знаете, очень часто мы не всегда можем адекватно оценить, почему нам не нравится картинка. Вот Аня, если она преподает в школе, очень часто ее ученики наверняка говорят, ой, я не буду смотреть видео, мне не нравится. Вот просто мы там закрываем-то глаза и говорим, я не хочу смотреть, я себе не нравлюсь, я не могу сниматься, все, я не могу смотреть, да. Вот здесь очень важно посмотреть и проанализировать себя, да, почему я сейчас так выгляжу, свет у меня там на меня плохо падает, да, ракурс у меня не очень хороший, да, или я, может быть, невнятно говорю свой текст, который я заготовила. Я не хочу слушать себя, да. И что нравится, да, тоже, то есть вы должны всегда себя хвалить, это очень важно, потому что у нас никогда не получится идеального видео, никогда. Даже если вы будете стоять в профессиональной студии, с профессиональным светом, визажистом, стилистом, вы все равно будете не идеальны сами для себя, поэтому не забывайте говорить о том, что у вас хорошо получилось. Договорились? Вот. Это такие очень простые, но важные моменты, и я хочу вам сказать такую важную вещь по поводу внешности. У нас у всех, особенно у девочек, есть свои личные загоны по внешности, да, а могу ли я выходить в эфир, а вот я такая, а вот я гораздо красивее, стильнее, ярче, успешнее и так далее. Да, есть, но вы уникальны. И когда вы сместите свой фокус с себя на ту полезность, которую вы хотите дать аудитории, и расслабитесь наконец-таки, разрешите себе быть неидеальными, да, это не значит, что вы должны выходить там вообще, не знаю, в халате в каком-то, в эфир с пятнами, да, там еще как-то, нет. Вы, конечно, выходите в одежде, которая вам комфортна, и которая отражает вашу деятельность, да, но важно себя принять такими, какими вы есть, и поймите, что самое главное в вашем блоге люди, то, что от вас получают, это не то, какой у вас нос, какие у вас глаза, какие у вас губы, уши и так далее, да, сколько вам лет и тому подобное. Вы найдете своего клиента, который придет к вам за полезностью. Вот когда вы фокус внимания с себя перенесете на пользу, которую вы даете людям, тогда вам станет гораздо проще снимать ваши видео, да, Мария Лорионова? В ценности тебе сейчас, в том, как ты выглядишь, тебе для этого не нужно наращивать волосы, удлинять ноги, там, не знаю, садиться на диету и все прочее. Ты помогаешь людям разобраться, сделать их жизнь, их работу проще, лучше, да, то есть сделать ее совершенствами. Вот в чем твоя полезность. У Натальи с хостелом полезность в том, что она дает людям потрясающее место отдыха, да, где могут остановиться и так далее. Вот, поэтому сместите фокус внимания с себя и что подумают о вас люди, ваши знакомые и так далее, увидев вас сейчас в эфире, на ту полезность, которую вы даете людям. И тогда все заработает, как часы, механика начнет работать. Я вам хочу сказать огромное спасибо за то, что вы уделили сегодня время, за то, что вы присоединились к интернету. У нас 15 апреля стартует марафон, который называется «Взлет». Мы две недели, я как тренер, мы в закрытом WhatsApp-чате находимся, да, там будут специалисты со всего земного шара, из разных городов, и мы две недели, вот выходит урок, видеоурок, да, мой, мы его смотрим, вы получаете домашнее задание, присылайте мне в чат, я даю вам обратную связь. То есть мы с вами две недели работаем в чёткой связке, и вы все домашние задания сможете уже применять практически к вашему блогу, и я сразу буду говорить, какую-то ошибочку исправить, что нужно переделать и так далее. То есть вы будете не одни, а в команде, и самое интересное, что когда работаешь в команде, то видишь обратную связь с моим другим людям, ошибки сразу видишь других людей, и, соответственно, сам учишься гораздо быстрее. Вот, поэтому я вас с удовольствием приглашаю на этот марафон, сейчас у него стоимость гораздо ниже, чем он стоит обычно, потому что карантин — это наш вклад в полезность, да, сейчас его стоимость 4,990, поэтому я буду очень рада, я уверена, что после нашего сегодняшнего встречи кто-то останется, и мы возьмёмся за руку и пройдём это две недели вместе. Я тренер строгий, справедливый, но поверьте мне, ваша... не то чтобы жизнь изменится, да, но ваше понимание себя и того, что вы делаете, однозначно изменится. То есть это не про камеру мобильного телефона, это вообще про то, куда мы идём, с вами зачем, и про принятие себя, и потому что научившись общаться с камерой мобильного телефона, вы научитесь общаться с кем угодно, поверьте мне. Поэтому я вам аплодирую за это утро прекрасное, которое мы вместе провели, спасибо вам большое. Спасибо вам огромное. Удачи вам большое. Спасибо большое. Я была рада. Спасибо большое. Формат очень. Спасибо, Илья. Спасибо, до встречи. До нам выходить. Выходим.